Также хотели бы анонсировать в преддверии получения регистрации, что в нашем портфеле появляется новый биологический продукт под названием Атула. Атула, господа. На самом деле, правда же будем говорить сегодня, у нас там с одной стороны, как многие продавцы, ничего особенного, тот же брадиризобиум джипоникум, те же титры какие-то, ну и 2 в 10, ну и что там, у кого-то 1 в 10, у кого-то 1 в 5. Но если уникация в детали, да, и в технологию производства, да, здесь написано некий тут осмопротекшн, вы видите какие-то странные иностранные слова, да, применение экстендера, что это значит, вот быстренько, наверное, попробуем пробежаться, именно что уникального. Осмозащита, что мы подразумеваем, да, под этим понятием, это осмозащита, это для меня, честно, это, честно, прорыв, потому что сейчас на рынке, слава богу, появились инокулянты, которые хотя бы уже живые в мешке, да, потому что до этого было просто там, все лили его, эти инокулянты из святой водки, да, вместе с, как это, с торфом, да, то есть первая итерация всех инокулянтов России, какие-то торфяные там. То есть что значит дальше там, да, если углубимся в производственный процесс, вот типа торфяные, то есть торф использовав как субстрат, на нем расследите бактерии. Естественно, в этом торфе было кроме этих бактерий еще куча всего, и бактерии, выращенные, да, на этом субстракте, не, скажем так, не были такие активными и здоровыми, назовем так. И поэтому эффективность инокулянтов у многих не получалась, и многие люди в это не верят, да, до сих пор. Вроде применять надо, но как-то эффект то будет, то не будет. Потом появились, да, сейчас это активные, очень хорошие продукты, мне нравится, да, что с высоким титром, да, появились там, то есть там уже там один в пятый, один в шестой, и в это все ушло, это совсем там прошлый век. Есть продукты один в десятый, да, и это хорошие продукты, они работают, да. Но как там происходит уже технология самих бактерий, да, там уже современные заводы, да, реактор биологический, да, все стерильно, чисто, красиво, туда загружаются бактерии, да, эти штаммы, которые выбрали производителями, их кормят, поят, да, они спокойно там растут, как на дрожжах, потом разливают по бутылкам и разносят уже в хозяйство. Отлично работает. Вот. Но с Атувой мы пошли дальше, то, что не вот каждая бактерия после того, как мы ее нанесли на семя, да, на семя, начинает испытывать огромнейшие стрессы в плане того, что температуры поменялись, да, это там питание начинает на оболочке семени ей не хватать. Как только посели в почву, там все полные начинаются развраты, да, назовем так, с кучей факторов и ПАЖ, и другие там патогены и просто бактерии, другие начинают их атаковать, есть и так далее. Поэтому как с этим можно побороться? В первую очередь, да, мы там пропустили вот эти штаммы. Штаммы в Атуве разработаны из российских почв, то есть несколько лет назад, да, мы отобрали образцы оригинальных, да, штаммов бактерий, продеализуемых в джапоне, в диких, да, абригенных форм, которые находятся в России, отвезли, говорится, свой селекционный центр, привили к ним полезные качества, да, насытили эффективностью, тем самым получили бактерии, которые, по сути, с российскими корнями, они более устойчивы генетически к нашим условиям, да, к нашим ПАЖ, к нашим температурам и так далее, и произвели именно сам процесс производства этих бактерий по особой технологии под названием осмозащита. Что это значит? Это такой же реактор, который засыпан туда бактерии, засыпанную там вода, хлеб, соль, все, что им нравится, да, то есть элементы питания, но в момент производства всегда происходит магия, да, в момент производства ТУВы мы специально намеренно повышаем давление в этом реакторе, снижаем до максимально возможных и минимальных, повышаем ПАЖ, снижаем ПАЖ, добавляем химические средства защиты растений, да, то есть которые будут уже использоваться, то есть наши продукты для обработки семян уже туда же, да, на самых ранних этапах. Что это получается в итоге? Самых слабых, они умирают, мы их сепарируем, все, остаются те, кто остались, да, спецназ, который выжил. И у этого спецназа, у этих бактерий наблюдается утолщение клеточной оболочки, утолщение клеточной стенки, которое как раз-таки позволяет противостоять вот этим всем неблагоприятным факторам, которые могут случаться после обработки семян. Что это практическое значение, да, у нас при, если так коротко, при любых практически условиях, там, климатических, да, мы получим инфицирование корневой системы, заражение, заселение корневой системы бактериями. Поэтому что доказал этот сезон, когда в европейской части России, да, все залило, и все инокулянты, честно, там, практически, да, 99% провалились с заражением, да, с корневой системой, потому что была корка на том этапе, когда как раз-таки нужно было заселять, да, то есть они заселяют там, эти бактерии, да, длительный период и растут еще там почти 40 дней. В этот период была корка, да, из-за дождей, кислорода в почве не хватало, естественно, слабые бактерии просто умирали, не заражали корневую систему, и этого не происходило. С АТО, и мы такого не увидели, как раз-таки вот за этой технологией. Вроде все, как у всех, да, но есть мелочь, которая, как говорится, делает плюс. Самый высокий титр, это так померится, у кого, говорится, бактерий больше в литре, у нас самое больше, в два раза, вот, ну, не подходите просто, не рассказывайте мне, у кого сколько. Если мы перейдем на дозировку, да, на тонну и выведем какую-то преднюю цифру на одну тонну семян, да, сколько бактерий попадает, то есть на одну семечку у нас на 180% больше, чем у всех вместе взятых, да, которые могут быть. Что это дает? Это именно на семена, да, если пересчитывать на килограмм, на какой-то объем, на вес семян. Да, да. Не смотреть в титр в литре, там, не смотреть в канистр. Ну, да, у нас и так высокий титр в литре, да, 2 на 10, и еще и достаточно удобная формуляция, да, которая позволяет нанести 2 литра на тонну, чтобы огромное количество бактерий наносим на тонну семян. Вот вы видите, количество в литре, миллилитре и количество бактерий на миллилитре, да. Потому что если бы мы рассчитывали на тонну, ну, либо за шкалей, либо за экран ваш. Экстендер, да, что это такое? Комплекс отувы в одной коробке, тоже коробка, да, Дмитрий расскажет, поставляет бесплатно экстендер, да, дополнительный, кажется, компонент, который помогает нанести правильно этот оккулянт. Что он обеспечивает? Это, во-первых, питание бактерий на поверхности семени, да, защиту от высыхания. Также, видите, у нас протектор отувы, он такой вот с правой стороны, он как губка под микроскопом, да, он такой пористый, и обеспечивает закрепление инокулянта на семенах, потому что сам инокулянт – это водичка с бактериями, да, у него нет никаких прилипателей и так далее. Вот как раз-таки сторона прилипателя осуществляется вот этим премаксом. Продолжение следует...